и устранить свою историю на сметнике их оснований, не малейших. И речь должна идти о каких-то иных отношениях, прецеденты к которым, повторюсь, еще раз, в общем-то, достаточно хорошо известны. Итак, хороплодическая таблица в виде такого провезученного итога. До 1381 года Тулой владели рязанские князья, это было то, что называют волостью, то есть населенные территории с населенными пунктами, деревнями и селами, в центре которых должен был находиться какой-то административный центр, в котором сидела княжеская администрация, и, суть по всему, административным центром было городище села Торхово. Далее, московский великий князь, воспользовавшись своей победой и доминирующим положением на Руси, забрал две территории, в том числе и Тулу, по рязанскому князю, и дело было в 1381 году, что было зафиксировано в договоре. Но не прошло нескольких лет, как Олег Иванович Рязанский вернул с Урбери, по всему, еще при своей жизни, обе территории в состав рязанского княжества, что очень хорошо фиксируется в московско-рязанских договорах во первой половине XV века, где Тула указана уже не как московское владение, а как рязанское. С чем, собственно говоря, Москва и согласилась. Дальнейшая история связана с куплей Василия Темного, этой половины рязанского княжества, по территории, у которой входила, собственно говоря, территория Тулы. Купль эта состоялась не позже 1462-го, а, скорее всего, очевидно, около 1456-го года. Именно с этого времени Тула входит в состав владения великих князей московских, а потом и царей российских. Вот, собственно говоря, так приблизительно вся эта история и выглядит. Ну что, если вам дадите еще пять минут, я завершу. Если нет, могу остановиться здесь. Нет, это не конец. Это не конец. Нет, разумеется, еще Тульский Кремль в периоде как уж конец. Да вы что. Надо сказать, что ровно в тот момент, когда Тула исчезает из великокняжеских договоров, а исчезает она, я уже сказал, почему-то, что покупает Москва, и предмета для того уже нет, она, по идее, буквально 20 лет спустя, появляется на страницах летописей. В летописи в русских Тулы вообще не упоминается. Первое упоминание о ней относится к 1509-1510 году. Значит, когда на Туле ставят город деревян, тут очень хорошо выглядит фраза «на Туле ставят». То есть, имеется в виду, что город ставили, так сказать, на какой-то определенной территории, эта территория имела связаемые границы. Эти границы, сейчас секундочку, никто нигде не прописывал. Хотя пись до конца, через пять минут. Не надо меня поправлять. Так, почему ты? На Туле это река. Так, минуточку. Не надо меня поправлять, ждите конца. Дальше ты говоришь. Вот. Прогласен. Река, кстати, называлась Туллица. Так, потому что у нас есть... Сейчас скажу, какой же из договоров Тула названо Тульцы. А, договора 402-го года. Тульцы – это две реки. То есть, понимаете, они сейчас у нас там, синие Туллица, такая Туллица. Тогда они назывались одинаково. Да, вот как реки Таболы в договоре 1482-го года. Они называются Таболы вдвоем. Хотя сейчас они сухо и мокро различаются. То есть, это, или скажем, реки Рясы в Рязанской губернии. Их там аж пять штук. Они все всегда собирательно назывались. Поэтому Атулли чуть потом, так сказать, в Слице, спровоцировали его меня. Возвращаемся назад. Град Ревян на Туле? Нет. Значит, был сменен Градом Камена, который строился в 1519-1520 году. Вообще, надо сказать, что на этом счете есть отличная работа Виктора Васильевича Косточкина, написана очень давно. Но дело в том, что после Косточкина вышел целый ряд платописных сводов, надо сказать, поздних, 16-го века. Он просто не все держал в руках. Вообще, на самом деле, давно пора собрать это все в одну кучу, и понять, что там, что сменяло. Потому что Косточкин, например, был уверен, что не было деревянного града. Сначала была каменная основа, деревянная стена, а потом их заменили кирпичными. Хотя, повторяю еще раз, в летописи, вот и в Асаповской летописи, которая времена Косточкина еще не была издана, там все четко делится одно и другое. Так что у нас, очевидно, все, в общем, соответствует в нашем представлении, так сказать, тому, как происходило. Один город сменил другой. Отдельный вопрос. Стояли ли они в разных местах, например? Мы же не знаем, так сказать. Может быть, по соседству. Вообще, тут может быть много разных вариантов, но тут ни подтвердить, ни опровергнуть практически нечего. Почему двойные даты? Да ровно потому, потому что почему 1146-й неправильно, так сказать, и с точки зрения летописной, и с точки зрения хронологической. То есть, русский год 16-го века начинал с 1-го сентября. Если у вас нет месяца, то, соответственно, никогда в жизни вы не сможете точно датировать. Года мы должны ставить год через тире. От сентября до сентября, грубо говоря. Но у нас, к сожалению, в связи с упоминанием Тула, практически все русские летописницы с годом 16-го века рассказывают о строительстве Туле, это слишком серьезное было мероприятие. Нигде, к сожалению, ни одного указания на месяц нет. Ни с деревянной крепостью, ни с камерой. Кто строил? Ну, в общем, особенных сомнений нет, что это были мастера, так или иначе, связанные с теми, которые строили Московский Кремль, Московский Кремль, как вы знаете, строили итальянцы. Вообще, надо сказать, что во времена Тула была построена вообще три крепости. Зарайска и Ивангород. Ивангород – это там, напротив Нарвы, на противоположном конце России, на шведском рубеже. К великому сожалению, никаких документов у нас нет, упоминаний имен нет. Хотя один именитый исследователь архитектуры из Петербурга рассказывал мне, что если бы он проходил по стенам Кремля, то по способу вязки кирпича он сказал бы, откуда мастера. Что вроде как в Ренессансной Италии 14-15 века. В общем, у каждого мастера крупного были свои способы вязки кирпича, вот особенно на углах. Ну, я ничего проверить не могу, я не архитепт. Слушал в свое время Розинов Рот, спросил, а что же вода Тула не доедет? Тут вроде как-то недалеко. Ну, не помню, что он ответил. Не исключено, что это так и есть. Так или иначе. Еще раз повторяю, деревянные, каменные, значит, кто строил, понятно. А вот первая воевода, которая была назначена Тула, была назначена только в 1527 году. Звали его Федора, носила громкую фамилию Хрущев, как известно. Надо сказать, что... Погодите секундочку. Надо сказать, что 16 век, это не 14, у нас довольно хорошо сохранились документы. Велись так называемые разрядные книги. Военные ведомства, как он назывался, разрядный приказ, довольно точно и подробно каждый год расписывало назначение воевода в те или иные крепости. То есть, эти документы повторялись сохранить без изъятия. Поэтому возникает законный вопрос. Деревянные Тулу построили еще в 509-м 10-м, в 519-м 20-м году построили камень, но первая воевода появляется только в 1527 году. Почему так? Суть по всему делу заключалась в том, да, что такое воевода, я должен сказать. Прислои воевода всегда вспоминаются полки. Но надо сказать, что в русском управленческом аппарате воевода выполняли две функции. Это был военный командир гарнизона, грубо говоря, это было административное лицо гражданской администрации. Судя по всему, до поры до времени Тула была крепостью, не имела гражданского населения и не имела, соответственно, сельской округи, того, чем надо управлять, уездная, грубо говоря. Поэтому, откуда мы это знаем? А дело в том, что по разрядным книгам, вот до назначения Крущева в 1527 году, там есть несколько сюжетов, которые показывают, что, суть по всему, Тула подчинялась не вот такому назначенному из Москвы воеводе, а так называемому воеводе берегового разряда. Что это такое и как это выглядело? Каждый год на Акум выдвигалась, условно говоря, в летнее время, и зимой татары не ходили, потому что, как вы понимаете, через степи зимой комица не пройдет. Кони кормить нечем просто. Так называемый береговой разряд, пять полков. У берегового разряда, у каждого из полков был воевода, но был один воевода, так называемый, большого полка, который был командующим. Вот, собственно говоря, некоторое время перекрывалось все течение Аки. от верховьев практически до колонны. Дальше уже через закон не переправишься так сходу. Высылались стороже на юг и вот всем этим большой полк управлял во главе с воеводой. А когда наступала осень, бескормница и татарская опасность уходила в небытие, то, соответственно, большой полк распускался до следующей весны. И вот хорошо известно, что, судя по всему, Тула по разрядным книгам она подчинялась некоторое время вот этим воеводам большого полка. То есть, проще говоря, она была чистой крепостью, без населения. Как только появился собственно воевод на Туле, это значит, появилось население, это значит, очевидно, миновало какая-то тяжелая военная ситуация, потому что вечно жить, знаете, на острие довольно тяжело. Появились населенные пункты, пахотные крестьяне и, судя по всему, собственно, воеводское правление означало возвращение Тула, точнее, превращение в нормальный, что называется, русский город с пограничной крепостью, с вечной опасностью. Довольно быстро, как видим, это произошло. Итак, что на этот счет еще можно сказать? Город, всякий русский город, обязательно писался. Были такие специальные назначенные люди, назывались они писцами, и для налогообложения, с фискальными целями, город обязательно описывался в месяц уездом. Первое описание Тулы имело место в 1551-1552 году, и оно до наших дней не сохранилось, к сожалению. Но потом Тулу описывали еще раз, это было уже в 80-х годах, в 1587-1888. Понятно, да, почему-то две даты называют. И вот в этом втором описании Тулы есть отрывки, включенные с первого описания. И мы знаем, как в 1551-1552 году, то есть там 25 лет спустя, после того, как Тула стала, собственно говоря, городом, с уездом, Тула выглядела. Город состоял тогда из двух частей. Они так и назывались обои половины Тулы. Значит, одна называлась Заобский Стан, а другая называлась Старое Городище. Вот что такое это Старое Городище, по отношению к чему оно старое? Ну, судя по всему, по отношению к крепости, наверное. В общем, никаких разъяснений на этот счет нет, но в 1500, вот в описной книге 87-1888 года сказано, что на этом Старом Городище был поставлен новый девич-монастырь. Больше того, указан размер этого монастыря 70 сажен на 30. Ну, это около 10 тысяч квадратных метров, в общем, немножко. Такая скромная достаточно территория. Вот, что это было за Старое Городище? Мы можем и имеем, наверное, некоторые основания подозревать, что, возможно, это тот самый Бересте, который упоминается в Московско-Рязанских договорах 15 века, некий второй, так сказать, административный пункт на территории Тулы, который, возможно, появился в короткое время подчинения в Москве. Ну, в общем, конечно, это у нас слишком мало данных о том, чтобы сделать какие-то более надежные обобщения, но так или иначе, вот существовал какой-то Старое Городище, которое было старым по отношению к Тульскому Кремлю. Что это было такое, вот оставить только гадать. Ну, вот, что еще от себя можно добавить? Что вообще практика строительства русских городов в 16 веке по засечным чертам предполагала и очень хорошо ориентирована была на строительство этих городов на старых местах. То есть практически ни один крупный город не был поставлен в чистом поле за редким исключением. Как правило, эти возобновленные городища, укрепленные места были разведаны еще там едва ли в времена неолита и раннего железа. То есть понятно, да, они все были привязаны к определенным географическим территориям и обжиты были людьми достаточно давно. Поэтому такие города, вот как Курск, например, они просто появились на старых городищах. Курское городище было заброшено после Батыева нашествия. Возоблено было в 16 веке. Вот не исключено, что что-то подобное происсаждло из каменной Тульской крепости, самой южной крепости, такой надеждой русского погранича. То есть ее тоже поставили не в чистом поле, ориентируясь на какие-то уже довольно давно, так сказать, разведанные места, так сказать. То, что если я прав, то и в 14 веке тоже ставили не на пустом месте. И совершенно нормально, что относительно недалеко находится Туль. Там сколько? Километров 10, наверное, по реке, да? Может побольше чуть-чуть. То есть это, в общем, та самая тоже пара, которая хорошо по исторической географии русского юга 16 века известна. Старые городища, Новый город. Они всегда соседствовали просто потому, что, повторяю, все удобные географические точки, связанные с обороной, связанные с торговлей, с передвижением, с коммуникациям, с путями. Они все были разведаны очень давно и использовались там на протяжении многих-многих столетий. Все. Да, я так несколько на пустом месте остановился, но я думаю, что морали никаких подводить не надо. Напишите историю города Туль. Позор, что-то или не дождь. Датируйте, за каким веком торгового? Еще раз, можно? Датируйте, за каким веком торгового? Ой, вы знаете, это лучше спрашивать у здешних археологов. Но во всяком случае там XII-XIII век точно есть. По-моему, даже и 14. Они все это копают там? Прямо в личность Владимира Петровича, который там копал. Там архошки каурии, датками находили и стрелы более позднего времени. Она очень древняя. Наши археологи скатились на эту тему. Все-все-все. Раньше здесь экспонировались находки в сторону. Оно не имеет отношения к Туле. Старик, стадик. Они спросили. Ни в том числе. Спасибо. И ведь меди торговые есть. Теперь по поводу, да, по поводу реки, как они назывались. Река под названием Тула и источником XVI века неизвестна. Спасибо. Ради Бога. Все реки назывались. Не буду в спиной стоять. Неудобно. Спасибо вам за ваше лето. Можно я спешу, да? Ну, сейчас, если я уже встала. Спасибо.